К сожалению, не могу вам сказать не доброе утро, не добрый день. Просто здравствуйте. Меня зовут Шутику Артем. Александр Пугачев. Виктория Демченко. Я украинский актер. Зовут меня Сергей Сосновцев. Вы могли меня видеть в сериале «Вещток». Все сценарии сериала основаны на реальных преступлениях. По сценарию там надо было бегать, убивать, стрелять. Но это кино. Это спецэффекты. Мы много снимали серии о войне. Но, поверьте, мы никогда не думали, что у нас будет настоящая война. Мы сейчас обращаемся ко всем нашим зрителям из России. Ко всему русскому населению. Мы сейчас не можем себе позволить той обычной жизни, которой живете вы. У нас началась полномасштабная война. Война России против Украины. Против мирных жителей. Ни для кого не новость о том, что Россия вкладывалась в Украину под предлогом спецопераций. Я не знаю, какая спецоперация должна проходить в масштабе всей страны. Сейчас Украина в огне. Горит и взрывается. Я живу в Харькове. И мой город бомбят. Я уроженка города Донецка. И руководство вашего государства лишило моих детей детства. Сейчас в Киеве, в Харькове и в других городах умирают люди. Слышите? Мы это не подстраивали. Вот. Это сирены. Это сирены. И вот под такими сиренами мы живем уже вторую неделю. Над нами летают ракеты. Ваши, русские. Самолеты. Над нами с таким специфическим шелестом пролетают грады. И взрывается слева, справа. Уничтожая дома, людей, калеча. Русская армия, в связи с тем, что не может справиться с нашей, куярит по мирному населению. Я не думаю, что сейчас время для цензуры. И нам чудом удалось выехать с самого эпицентра этих событий. И то, что я увидела, то, что я пережила, я не пожелаю никому. Даже не понимаете, что развязываете руки вашему террористу-президенту. Хватит. Слышите? Хватит листать ленту пока еще активного интернета. Хватит прикрываться страхом, комфортом или еще чем-то. в том же духе. И вы не освободители. Вы чума и палачи, которые приносят мучения, разрушения и смерть на святую украинскую сирену. И мы вам этого никогда не простим. Очень тяжело, очень больно и непонятно живем в абсолютно новое для нас время. И вот мы под вот эту сирену встаем, живем, ложимся. И мы живем, встаем, ложимся в бомбоубежище или в подвалах. Или же, как мы в так называемом модуле. У нас уже нет жизни. Ее не будет и у вас. К сожалению, даже мои родственники, которые живут в России, которые знают нас, верят телевизору. Постарайтесь понять, что вашему царю не нужны люди никакие. ни украинцы, ни вы россияне. Ваши воины тысячами, понимаете, тысячами дохнут на нашей земле. Вам, вам об этом говорят? Путин ебнулся окончательно, другого оправдания я не вижу. Я очень надеюсь, что русский народ, я сам, плодом из России, не ебнулся, как его президент. Что и Россия, как государство, и вы, жители России, будете нести ответственность за эту войну. Вы убиваете нас своим молчанием. Ребята, что-то надо делать. Не молчать, не присылать нам голубей мира. Действуйте. Не надо нам сочувствовать, не надо вот это мысленно мы с вами, лайки, сердечки. Нет, этого уже недостаточно. Выходите на улицы, собирайтесь и свергайте фашистскую власть. Потому что жертв уже много и среди них мирное население и невинные дети. Да подожди, Лена, дай я договорю. А, что она говорит, надо прятаться. Подожди. Я договорю. Даже под бой нахрен этих сирен. То, что рассказывают вам с экранов телевидения, это высокопрофессиональная пропаганда. Но это неправда. Просто хочу, чтобы вы немножко подумали. Хочу, чтобы вы отключили телевизор, отключили интернет и просто подумали. Просто посмотрели на то, что происходит. Эта история в любом случае закончится для России плохо. Вопрос когда и на сколько? Вам не победить никогда. Ребята, отдумайтесь. Остановите войну в Украине. Остановите войну в Украине. Остановите войну в Украине. Остановите войну в Украине. Остановите войну в Украине, потому что так вы сможете спасти себя. Будьте все здоровы, нет войны, Путин хуево это не новость, ну русский корабль уже давно пошел нахуй.